Эта история чем-то похожа на ту, которую однажды красочно и ярко описал Редиард Киплинг, только на. В сей раз подобное произошло в нашем современном и цивилизованном мире, в каменных джунглях, небольшого города, в одном из многоэтажных домов. Правда, это неординарное событие, взволновавшее не только жителей Угненска, но и многих россиян, случилось несколько лет назад, но до сих пор живо в нашей памяти. Представьте себе январский вечер, с его, колючими морозами и легкой, но жгучей поземкой, жесткими снежинками царапающих лицо, и быструю, женскую тень, мелькнувшей в подъезде. Потом шаги по ступенькам лестницы, остановка. Через минуту, в коробке с тряпками, где обычно спасалась от морозов бездомная кошка Машка, существо. Совсем без породы, с простым происхождением, окажется сверток с двухмесячным младенцем. Поначалу малыш мирно посапывал, естественно не понимая, кто его оторвал от материнской груди и куда его занесло в столь поздний час. Потом он заворочается, почувствовав холодок идущего. Из подъезда издаст первый писк, но никто его не услышит, и только беременная кошка Машка примчится. Ему на помощь. Повинуясь материнскому инстинкту, она в течение примерно двух часов будет согревать младенца, своим горячим теплом, нежно вылизывать ему щечки и как-то, по-кошачьи успокаивать раскричавшегося ребенка. Наверное можно было задаться вопросом, а болело ли сердце, если оно вообще было, человеческой матери этой крохотной малютки, видимо, засевшей в теплой, уютной квартире и спокойно, без угрызений совести попивающий чаек. Когда Машка истрадавшейся душой за судьбу подкидыша поняла, что дело худое и ребенок может замерзнуть и погибнуть, она подняла дикий вой. Ее отчаянное мяуканье, смешанное с плачем ребенка, подняла на ноги соседей. Спешно вызвали скорую, прибывшие врачи, в первую очередь, благодарили кошку Машку, а потом уже неравнодушных к чужой беде людей. А Машка суетливо бегала среди них, заглядывала в глаза, мол, а ничего плохого, не сделают ли они ее находки, крохотному малышу, который исходил отчаянным криком. К счастью, уже в больнице младенцу оказали первую помощь. Впрочем, этого и не понадобилось, доброе материнское сердце кошки Машки и тепло ее тело уберегли младенца от простуды. И когда машина скорой отъезжала от дома, Машка с тоской смотрела ей вслед. Мол, оставьте подкидыша мне, я воспитаю его хорошим человеком, в отличие от той, которая бросила его на произвол судьбы. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.